Почему-то мне всё время кажется, что они подстригли Толину Тарантино. Видимо, из-за вот этого яркого цвета ворса. Всем привет! Это Ольга Швец. Добро пожаловать на мой канал. Сегодня я расскажу вам вкратце о всех своих любимых продуктах, которые я включила в коробочку. Коробочку красоты имени себя совместно с интернет-каталогом Ирмак, который может отправить свою продукцию, которую они представляют, в любую точку России. Итак, первые две позиции. Лифтинг гель для лица от 100 рецептов красоты и тоник, освежающий увлажнение с соком алоэ. Как правило, блогеры начинают свой макияж с чего-то такого. Там уже, допустим, наносим базу. Но на самом деле, как бы очень важный шаг, который все пропускают. И даже если просто посмотреть большинство коробочек для макияжа, вот эта позиция, она пропускается. Кожу обязательно нужно протонизировать. И обязательно ее нужно увлажнить. Увлажнить. Вот эти два шага, я считаю, очень важными. Их нельзя пропускать. И кожа скажет вам спасибо, собственно, так же, как и ваш внешний вид. Вторым продуктом стал крем от Бэй. Серия гипоаллергеник. Или гипоаллергеник. В общем, девочки, кто еще не пробовал, я рекомендую настоятельно попробовать. В одних регионах России этого уже просто нет. Оно появилось, исчезло и больше не появится. Поэтому те, кто хотел попробовать, но по каких-нибудь причинам у вас это не произошло, вы можете пройти на сайт магазина «Ермак», который я обязательно оставлю, ссылочку под видео. И я могу сказать про это средство только положительные отзывы. Не потому, что я что-то рекламирую, а потому, что действительно средство обладает легкой, невесомой, сияющей текстурой. Оно выравнивает мелкие несовершенства для девочек с более проблемной кожей. Возможно, это не подойдет, либо подойдет в сочетании с какими-то плотными маскирующими средствами. Но я отталкивалась лично от себя и лично от своих впечатлений. Средство замечательное. У меня в коллекции их два. И вполне возможно, в будущем я прикуплю еще. Может ли оно работать как профессиональное? Да. Я буду вставлять в это видео фотографии. И вы сможете убедиться в том, что я говорю правду и ничего не притягиваю за уши. Как это делает большинство наших бьюти-фей русскоговорящих. Так вот. Опять же, относительно коробочки хочу сказать два слова. Где-то в комментариях я прочитала, что вот коробочка дорогая. Там она стоит 4 для блогеров. 4,500 где-то для блогеров 4. То есть, если вы блогер, да, вам будет скидка небольшая. Это получается тогда еще выгоднее приобретение. Но что я могу сказать, как бы даже не защиту. Я всегда уверена в том, что в умилых руках любая косметика будет работать прекрасно. Как говорила замечательная Ирина Абызова на занятиях у моего знакомого визажиста Александра С.П. Я мелом накрашу так, как некоторые и люксом не накрасят. Поэтому средство работает. На фотографиях это прекрасно видно. Кожа светящаяся, кожа здоровая. Это всего 3 шага. Но уже ваша кожа в порядке. Что же будет дальше? Давайте посмотрим. Любимые фавориты и то, без чего не может обойтись ни один прекрасный макияж. Уважающие себя девушки, умеющие пользоваться косметикой. Если вы пока таковой не являетесь. Что ж, изучите эту тему доскональнее. Посмотрите другие мои видео. И вы поймете, что для того, чтобы создать вот эту иллюзию потрясающей кожи, да, нужно обзавестись какими-то продуктами. Кстати, никто не заставляет вас покупать коробочку. Вы можете купить только те средства, которые вам понравятся в этом обзоре. Это тоже, кстати, вариант. И это тоже, кстати, очень такая интересная тема. Итак, я просмотрела немало обзоров на вот эту палеточку от Sleek. Её правильное название я вставлю в видео. Палеточка представляет из себя очень красиво, очень прекрасно скомпонованные хайлайтеры, из которых три кремовые и один сухой золотистый. Как это работает на коже, видно на фотографиях. Потому что мы использовали только средства из моей коробочки и больше ничего. Сама по себе она такая очень-очень классная на вид. И я долго-долго думала, долго присматривалась, смотрела отзывы и всё-таки пыталась понять, нужно ли мне это. Девочки с возрастной кожей, то есть девочки 40-45+, всё-таки я советую вам сосредоточиться на кремовых хайлайтерах, а не на сухих, как это могут себе позволить. 20-25-30, и если кожа в порядке, даже 35-летние девочки. То есть если вы старше, обратите внимание в сторону кремовых текстур. Следующий продукт у меня это фейс-шоп, рассыпчатая пудра. Я была заинтересована именно в рассыпчатой пудре с точки зрения визажиста, поскольку мои подписчики в большинстве случаев не визажисты, а обычные женщины. В коробочке будет присутствовать очаровательная, совершенно прессованная пудра от Тони Молли. Кстати, совет визажистам, в вашем случае, если вы визажист, конечно, приветствуется лучше текстура, вот такая рассыпчатая, из гигиенических соображений, из соображений больше возможностей. Да, но обычной женщине это совершенно ни к чему, поэтому в коробочке будет Тони Молли. В фейс-шоп уже очень многие произносят в своих видео. Я лично для себя открыла эту марку где-то прошлой осенью. Тоже обзавелась кремовым хайлайтером, совершенно потрясающим. Катрис, вот это вот средство, оно же бронзирующая пудра, и оно же работать будет точно как скульптор. То есть может показаться, что она слишком рыжая, как у нас говорят некоторые, там это слишком рыжий. Бронзер, бронзер должен быть рыжим, скульптор должен быть серым. Но этот продукт от Катрис, он ведет себя и как бронзер, и как скульптор. И я бы не сказала, что здесь такая заметная рыжинка, скорее всего рыжим это называют те, кто не может различить золотой пигмент. Да, золотой пигмент здесь присутствует. Пудра бронзирующая, пудра с эффектом загара. И обратите внимание, те, кто еще не обратил. Это того стоит. Ищем вот такой баумстейн от Wet n Wild. В данном случае оттеночек Е128. Он такой, он во-первых перламутровый. Но перламутр в нем такой своеобразный. Он отдает и в серебро, и в золото. Поэтому я думаю, он подойдет девочкам с любым подтоном кожи. Кстати, кто не знал, как определить подтон кожи, взгляните на свои вены на запястье. Если они голубые, значит у вас холодный подтон. Если они зеленые, значит у вас теплый подтон. А если они фиолетовые, значит у вас нейтральный подтон. Они разные по структуре Wet n Wild. Они есть прямо въедающиеся и проявляющиеся. Есть очень-очень яркие. Есть такие, что даже сходят с губ. А вот пигмент на губах остается, вы наносите только блеск. Еще все знают, что я кистевой маньяк. И я не могла пройти мимо нового бренда, который называется UBU. И в коробочке будет представлено не только вот это количество кистей, а именно пудровое. Это натуральный ворс. Либо очень хорошо сделанная синтетика. Но скорее всего это натуральный ворс. Может быть это, поскольку бренд австралийский. Возможно это кингуру. Или что-то в этом роде. Вот такая потрясающая, совершенно не полосящая кисть для тона. Вот такая вот кисть для консилера. Причем этой кистью мы можем делать и наслаивать коррекцию сухую. И кремовую вот. То есть наносим тон, наносим кремовые хайлайтеры. И можем делать кремовую коррекцию. Она такая как пропитанная маслом, очень хорошо набитая. Серьезно, я вообще не ожидала. Вот так выглядят кисточки. Они очень маленькие. Вот это кисть для консилера. Номер 21. Вот у этой номер 10. Вот у этой номер 22. Соответственно 21. И кисточка под номером 40, которая позиционируется для контура губ. Вот такие маленькие спонжи, которые намыкают, превращаются в спонж, который величиной становится больше в полтора раза. Мне сдается, что это материал, из которого сделаны бьюти-блендеры. И в коробочке будет вот такой большой набор. Здесь 12 штук. Три я уже подарила Татьяне. Этот спонж из этого набора. То есть те, кто попробует этот спонжик хотя бы раз, наверняка захотят себе их просто больше. Потому что он, будучи даже сухим, он прекрасно удаляет излишки тонального крема. Поэтому, будучи влажным, с помощью вот этих маленьких уголков мы можем проникать в труднодоступные зоны, которыми у нас являются внутренние уголки глаз, вот здесь. То есть какая-то детальная проработка. И то, что он увеличивается, он реально увеличивается. Потрясающий, уникальный продукт, который вы не купите нигде. Вот, Татьяна есть такой же. Она делала процедуру за день до съемки, за сутки. Значит, как он работает? Вот здесь вот петелька такая круглая, вот здесь вот острая иголочка. Она в таком чехольчике. Разумеется, это индивидуальная штука. Либо она должна обрабатываться спиртом, там кипятиться. В общем, с применением всех мер предосторожности. Вот этой петелькой вы как бы надавливаете на то место, где есть черная точка. Она должна выйти. И вот этим острым кончиком вы ее просто поддеваете, тем самым очищая пору. Скажите мне кто-нибудь, это можно вообще купить в магазине? По-моему, нет. Напоминаю, что ссылка на Ермак внизу. Все знают, как я люблю Мейбелин. Разумеется, я тоже долго присматривалась и долго думала. И вообще я планировала вот такой карандашик Мастер Смоки. Это карандаш тени. Он очень пигментированный. Как видите, он идет практически как черный. Она такой черно-коричневый. Вот этой штучкой можно растушевать. Она очень удобная, кстати, мягкая. Да, я даже думаю, что я ее оставлю как растушевку. Вообще просто, чтобы она у меня была под рукой. У меня раньше такая растушевка на Диоле была. Отличная растушевка. Так вот, вот здесь еще, вот здесь еще на этом карандашике, есть схемы, как нужно правильно делать. Есть первая схема, есть вторая. Он может работать как каял. И если его перенести на руку, если его набрать на кисть, вот такую, которая позиционируется как для губ, можно прорисовать волоски в бровях. То есть имея один такой карандаш, вы можете сразу убить много-много зайцев. Ну, если у вас примерно такой же светотип, как у меня, потому что там, по-моему, три оттенка. Фиолетовый, черный и коричневый. Ну, коричневый, он просто может быть более легким и более интенсивным. Карандашики Essence и Catrice у каждой девочки, у которой не устраивает ее природная форма губы, которая хотела бы их немножко увеличить на миллиметр или на полтора, должен быть карандашик в тон с вашим настоящим цветом губ. То есть, когда я говорю карандаши для губ и нюд, это не значит, что карандаш для губ нюд будет вот такого цвета. Нюд для губ – это как раз именно в цвет ваших губ, либо там на том потемнее, чтобы это было более выражено. Даже просто накрасив губы таким карандашиком, вы получите натуральные, но подчеркнутые и слегка увеличенные губы. Вот, что будет крайне сложно сделать, если карандашик будет, ну, не совсем точного тона. Вот, я надеюсь, что тот карандаш, который я подобрала, подойдет большинству. А теперь я хочу показать вам помаду от Essence, которая, по сути, является блеском помады, но она очень-очень плотная. А если ее наслоить, слой на слой, как в профессиональной косметике, она, кстати, наслаивается, она такая малепусечка, но она очень-очень яркая, она просто бомбезно яркая. Представляете? Просто супер. И он называется Show Off, что в переводе означает, вот здесь я напишу. Так вот, девочки, вот в таком виде это будет смотреться, как помадка. Это очень малепусечка, такая хорошая для косметички. Именно эта помада может превратить ваш повседневный макияж в вечерний всего-навсего за одно нанесение вот этой штуки. Если вы возрастные девочки, и у вас уже вот здесь появляются первые морщинки, вы должны выбросить все помады, которые подчеркивают ваши вот эти морщинки. Вот я уже пишусь тут достаточно долго, но, как видите, у меня ничто никуда не забегает. Так вот, забегают, это не те помады, которые вам подходят. Вот. Вот эта помада не забегает в морщинки, она не растекается, она держит контур, она очень, еще раз повторюсь, красивая, красная, с холодным подтоном. Мне очень нравится цвет, я ее тестировала. Разумеется, она нуждается в подправлении в течение дня, но она выдерживает наслаивание без проблем. Плюс ухаживающая формула за губами. Для возрастных девочек это тоже очень-очень важно. И вот такая палеточка от Wet n Wild. Шли годы, а я все искала и искала. Тут угол цвета и цвета, который покажет цвета настоящими. Вот сейчас вы их видите такими, какие они есть. Они подписаны вот здесь. Давайте я вот так вот переверну. Они подписаны здесь на обороте схемы для начинающих девочек. И они идут... Здесь все расписано по-английски, но я думаю, что если вы воспользуетесь переводчиком, у вас все, поверьте, получится. С вотчить я, наверное, буду самые яркие оттенки. Вот такой вот черный. Вот такой вот второй по насыщенности. Такой фиолетовый с сатином. Вот такой очень интересный, классный, тоже насыщенный, с шиммером, с красноватым оттенок. И вот такой вот красивый, безумно просто красивый фиолетовый. Просто потрясающе красивый. Эти оттенки белые, он смотрится как сатиновый, но на глазах он будет матовым. Они мягкие. Я не знаю, видно ли его. Вот этот идет шиммерный, холодный, фиолетовый. Он может пойти как акцент. И именно фиолетовые оттенки, а эта палитра у нас из этой серии, это нейтральные цвета, и именно они подчеркивают цвет глаз. Вот этот цвет подойдет для формирования складки верхнего века. Он немного отличается от того, который есть в палитре, и потом при нанесении на глаза. В общем, палитра бомбезная. Я ее тестировала в жару, и я могу сказать, положив руку на сердце и вообще на Библию, что они держатся весь день без базы. Ну, на моих веках, но у меня правильные веки. То есть, девочки, если у вас там нависает века, у вас они вполне возможно будут вот в этой складке вести себя по-другому. Но если вы будете работать с пространством под глазом, со стойкостью, вообще все в порядке. Вообще все хорошо. Они мне напомнили тени ателье. Только тени ателье стоят порядка 3505 оттенков. Эти же всего на данный момент 380, либо ссылка на продукт будет под видео, зайдите и уточните. Диваж 90-60-90 Waterproof. Как хорошо, что я про нее вспомнила. Боже, боже, я чуть не забыла про нее сказать. Значит, на первый взгляд, она такая Waterproof голубенькая, значит, соответственно, водостойкая. Кисточка может немного шокировать. Это я вам точно говорю. Ну, вы вот таким образом удаляете излишки. Либо, как показывают наши корифеи, бьюти-блогеры, можно просто вытереть кисточку бумагой, чтобы вот, и дальше, чтобы все было уже хорошо. Значит, тушь водостойкая. Тушь выдерживает также наслаивание. Она делает пушистые, красивые, разделенные ресницы. Немножечко, ну, это, знаете, это вообще-то, как бы, ну, с кем не бывает. Вот так берете влажную салфетку, так раз, 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 и все. Итак, это были все мои потрясающие продукты, которые я выбрала для вас. Я серьезно вам могу, девочки, сказать. Для меня это было важно. Сам вообще факт создания... Я стираю сводчи. Сам вообще факт создания бьюти-коробочки, он был очень важный для меня. Я подошла к этому не то, чтобы ответственно, а именно для меня было важно донести до тех, кто будет смотреть мои видео или кто увидит в блогах где-то ссылки, что, девочки, это бюджетная косметика, которая стоит в пределах 300-500 рублей. Вот, может быть, ближе к тысяче, это только Тони Молли и Слик-палетка. Все остальное очень-очень бюджетно. Ну и, наверное, вам будет интересно, какой на мне сегодня аромат Бербери. Бербери, кстати, тоже прикупила Нейрмаги. Аромат 90-х. Кто хочет поностальгировать, поностальжировать, код не пробился по сайту Чек Косметик. Ну, вообще не парьтесь на эту тему. Бербери просто настолько крутые, что они вообще не заморачиваются. К тому же мне девочки из Талии ответили, что у них флакончики выглядят точно так же. Видео о распаковке вот здесь.